В Москве на площадке ВДНХ прошли финальные испытания Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» совместного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общей национального союза индустрии гостеприимства. Все подробности в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Семен Афанасьев – участник от Ненецкого округа. На конкурс молодой человек приехал с проектом пешеходно-туристического маршрута по городу Наринмару. Семен признается, когда подавал заявку на участие и подумать не мог, что выйдет в финал. У нас есть одна проблема – это отсутствие достопримечательностей объектов фоказа культурного, исторических. И мы компенсируем ее, создавая туристический маршрут с визуализацией народных названий зданий, объектов, создавая арт-объекты, рисуя граффити на зданиях, тем самым повышая туристическую привлекательность города. Молодой человек уверен, если больше уделять внимание созданию продукта и его продвижению, «Туристический поток в регионе будет всегда». У нас вообще большой портфель проектов, которые мы реализуем в округе. Практика уже показала, что успешно. Это гастрономический фестиваль, презентация коллекции в рамках проекта создания северного дизайна одежды с участниками кластера. Проект сделан в НАУ. То есть вот такими проектами мы пытаемся развить туристический потенциал округа. Первый день финала конкурса мастера гостеприимства проходили оценочные мероприятия. Участники делились на команды по 8-9 человек из разных регионов, а также сфер деятельности. И решали кейс-задачу. После – защита. У нас разбор был темы экономика впечатлений в сфере туризма. То есть это очень важный, такой огромный аспект. И мы пытались найти решение, как развить экономику впечатлений, в частности, в разных регионах. Получилось? Получилось. Жюри хорошо оценило наш проект, так что все здорово. Второй день был не менее важным. Каждому участнику конкурса было необходимо защитить свой проект. Перед защитой каждый консультировался со своим наставником. Защита долго не начиналась. Была большая задержка. Но прошла успешно. Я уверен, что удалось жюри донести и раскрыть вообще суть проекта, его специфику, его фишку, уникальность. Благодаря серьезной подготовке Семен стал победителем. Сумма гранта – 1 миллион 450 тысяч рублей. На эти деньги и будет создан туристический маршрут. Жюри, опять же, оно было очень строго к проекте, проработке, задавало очень много вопросов. И поэтому для меня прям был сюрприз. Хотя заявку мы готовили тщательно и долго готовились. Победителями стали 62 участника из 29 регионов России. Их наставниками станут именитые рестораторы, ательеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти. Вот это тоже очень большое, сильное влияние, потому что в рамках конкурса многие регионы начали больше взаимодействовать друг с другом. Общественные организации могли проявить себя и взять под опеку каких-то участников. То есть конкурс – это площадка для того, чтобы происходила дискуссия, в том числе, о развитии туризма в нашей стране. Ну и самое главное – дискуссия не просто, а которая рождает какие-то живые проекты, которые уже сейчас в процессе исполнения. Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал еще в прошлом году, 13 ноября. Всего было принято 20 935 заявок. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов, сервиса и престижа профессии в сферах туризма и гостеприимства. Прошел такой эксперимент, который мы будем в следующем году развивать. Мы здесь в рамках конкурса «Молодым людям до 30 лет» дали возможность получить гранты в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов, который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». И это очень правильно, потому что вообще возможность попробовать и, может быть, даже ошибиться, но, тем не менее, попробовать реализовать свою инициативу – это, собственно говоря, прямое воплощение тезиса о том, что Россия является страной возможностей. И мы дальше будем поддерживать и конкурс, и его организаторов. И, конечно, хотел бы сказать слова самой теплой благодарности всем тем, кто сделал этот конкурс возможным. И лично, конечно, Алексею Комиссарову и Гранту Бабасяну за то, что эта замечательная идея, она воплощена в жизни, и у нее точно большое будущее. Несмотря на то, что 2020 год принес немало проблем и масштабно ударил по туриндустрии, специалисты отмечают о возможностях, которые произошли во внутреннем туризме. Конкурс направлен на две решения, на двух основных задач. Во-первых, на поиск людей, которые готовы заниматься этими вопросами, которые хотят себя реализовать в этой сфере. И, во-вторых, на поиск проектов, проектов в области туризма, прежде всего, естественно, внутреннего туризма. И проект очень интересный. Добавлю, конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» – национального проекта образования. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север.